Доброе утро. По нашей традиции начинаем очередное занятие с решения домашних задач. Я задал вам три задачи. Одна традиционная на рекурсию и две на новый материал. Давайте рассмотрим, как решаются эти задачи и на практике рассмотрим еще некоторые приемы программирования в LISP. Начинаем с функции, которая переставляет свои элементы в обратном порядке. В действительности это очень простая задача и проще всего ее решить с использованием накопительного параметра. Вот пишем решение. Назовем нашу функцию REV, потому что функция REVERSE уже есть. Она будет принимать список. И необязательный параметр накопительный, в котором будет накапливаться этот список в реверсированном виде. Назовем этот параметр R и первоначально присвоим ему NU. Используя простую рекурсию, мы поступаем вполне традиционно. Если список пуст, мы можем использовать CONT, а можем использовать IF для разнообразия, поскольку здесь только два условия. Если список REV, если список LST пуст, то возвращаем R. В противном случае возвращаем вызов нашей функции, это рекурсия, на хвосте списка. КДР, LST. А голову списка по CONT присоединяем, консолидируем с R. CONS CAR LST. R. Закрываем CONS. Закрываем REV. Закрываем IF. Закрываем IF. Вот функция принялась. Проверим, как это будет работать. Ну, как видите, все переставилось. То есть функция вполне работоспособна. Это можно было бы сделать и по-другому с помощью функции UPEND, но зачем, когда этот способ достаточно удобный. Вторая задача. Там нам надо было выразить MAPCAR через MAPLIST. Эта задача тоже имеет достаточно простое решение. Давайте выразим, напишем функцию MY MAPCAR, ну то есть мой какой-то, моя какая-то реализация MAPCAR, которую интерфейс будет иметь точно такой же, как и стандартный MAPCAR. То есть сначала функция, потом список. Ну, напишем вот так. Функциональный объект, а потом список LST. Как она будет работать? Мы должны выразить MAPCAR через MAPLIST. Вызываем MAPLIST. На вход ей подаем лямбда выражение. Вот на вход этому лямбду выражению сначала будет подаваться весь список, потом весь список без первого элемента, весь список без первых двух, без первых трёх и так далее. Вот. В этом случае. А нам нужно смоделировать действие MAPCAR. MAPCAR выполняет своё действие F над первым, над очередным элементом списка. То есть применительный к X это всегда первый элемент, всегда его кар. Поэтому мы просто поступаем так. Вызываем функцию F, применённую к кар X. Потому что X это очередной список, подаваемый на вход лямбда выражения. Вот я лямбда выражения закрыл, ставлю тут LST, закрываю MAPLIST, закрываю DEFUND. Вот у нас получилась функция. Давайте проверим, будет ли она работать как MAPCAR. Ну, прежде всего, давайте вызовем стандартный MAPCAR. Например, для возведения всех элементов списка в квадрат. Вот так. И список. Раз, два, три, четыре, пять. Вот стандартный MAPCAR всё возвёл в квадрат. Давайте проверим теперь это на нашей функции, которую мы только что написали. MyMAPCAR. Как видите, результат идентичен. То есть мы с вами прекрасно выразили MAPCAR через MAPLIST. MAPLIST более универсальная функция, чем MAPCAR. Потому что в обратном направлении нам бы выразить не удалось. То есть MAPCAR через MAPCAR не выражается. А MAPCAR через MAPLIST, как видите, легко в одну строчку кода. И последняя задача, которая нам была дана, это построить генератор чисел Фибоначчи. Я вам напоминаю, что числа Фибоначчи – это числа, которые строятся так. Первое число – один, второе тоже один. А третье и последующие равны сумме двух предыдущих. Значит, 2, 3, 5, 5, 8, 13 и так далее. Вообще, это в математике крайне интересная последовательность. Я очень рекомендую вам заглянуть хотя бы в Википедию. Прочитать, сколько разных математиков занимались последовательностью Фибоначчи и сколько разных интересных, красивых математических фактов они при этом установили. Ну, в частности, я вам могу сказать, что знаменитое золотое сечение – это есть отношение двух последовательных чисел Фибоначчи при стремящемся этом номере к бесконечности. То есть 13 к 8, следующее будет 21 к 13. Это будет всё ближе и ближе к знаменитому золотому сечению. Ну, а что такое золотое сечение? Посмотрите в геометрии. Казалось бы, при чём тут геометрия? А вот, при том, математика едина. Но наша задача в данном случае достаточно скромная. Нам нужно просто это последовательность сгенерировать, построить генератор. Ну, причём генератор правильный, чтобы его можно было запускать и сбрасывать в ноль. Поэтому посмотрите, как это реализуется. Мы создаём контекст, создаём две переменные. Текущий, ну, давайте назовём так, current текущий. Поставим первоначально туда нолик. И предыдущий, prev. Поставим туда единичку. Вот у нас две локальные переменные, которые, одна из них будет давать текущее значение, другая предыдущая. Теперь в области этого лет определяем две функции. Сначала определяем, собственно, ради чего мы делаем генератор. Назовём эту функцию nextFib, то есть следующее число Fibonacci. Параметров у неё не будет, потому что здесь параметр не нужен. Что же нам надо сделать? Нам нужно сложить текущее с предыдущим. Старое текущее присвоить... Старое текущее значение сделать предыдущим, а сумму сделать новым текущим. Так, не ошибся ли я? Давайте-ка мы вот тут поступим вот таким образом. Поставим здесь ноль, а здесь единицу. Наверное, так будет лучше. Ну, и давайте это сделаем. Напишем конструкцию лет, создадим локальную переменную tmp, которая будет равна сумме текущей плюс предыдущей. Мы сохранили её в локальной переменной, которая живёт в теле nextFib, и она живёт до тех пор, пока nextFib выполняется. Ну-ка проверим, как у нас тут с балансом скобок. Вот, ещё одну скобку закрываем. Вот у нас создана локальная переменная. А теперь смело используем плохую функцию setQ. Здесь она вполне хорошая. Присваиваем предыдущий преф. Делаем то, что было текущей, то есть кур. А новое значение текущей делаем равной вот этому нашему, нашей временной переменной. Для этого она нам и нужна. Кстати, после выполнения лет, результатом лет будет значение tmp, то есть как раз сумма. Это нас вполне устраивает. И это же лет будет результатом вызова nextFib, что, в общем, тоже правильно. Вот мы сделали nextFib. Теперь в этой же области делаем функцию reset. Reset. Ну, тоже Fib. У неё тоже не будет параметров, но здесь всё совсем просто. SetQ. Кур. Делаем равный единице. И ещё один setQ. Pref. Делаем равным 0. Закрываем. Закрываем resetFib. Закрываем лет. Ну, вот я надеюсь, что генератор у нас готов. А теперь давайте попробуем в цикле попечатать числа Fibonacci. Теперь генератор нам при каждом вызове будет возвращать следующее число. Ну, давайте попробуем. Итер. For. И. From. 1. 2. 10. Print. PrintLine. Ну, это функция хомлист. Печать с новой строки. PrintLine. Ну, и вызываем наш Fib. Next. Это функция без параметров. Вызов функции без параметров. Ну, вы, наверное, уже видели. Это просто атом в скобках. У этой функции параметров нет. Так. Так. Ой. FibNext. А, у нас функция называется не FibNext, а NextFib. Ну, я ошибся. Я ошибся. Если бы это было в аудитории, то мне обычно в аудитории в таких случаях подсказывают. Ну, вот. Господи, да что же такое? Сплошные ошибки сегодня. Не знаю почему. Вот так. Ну, вот смотрите, что у нас получилось. У нас, правда, заживался один, самое первое число. У нас счет начался не с первого числа Fibonacci, а со второго. Второе равно единице, потом двойке, а дальше сумма двух предыдущих. Ну, в чем тут проблема? Чтобы все было совсем хорошо, возможно, надо было в генераторе... Давайте-ка мы его вернем. Вот так. И сделаем вот так, как я первоначально хотел, но потом что-то стеснялся. Давайте сделаем вот так. Предыдущая единица, а текущая ноль. Вот если мы этот генератор переопределим и еще раз запустим, то результат будет несколько другой. Вот, смотрите. Вот. Теперь все у нас прямо честно. Первое число единица, второе единица, а дальше пошли суммы двух предыдущих. При этом числа Fibonacci, как видите, растут очень быстро. Ну, вот давайте я до 30-го доведем. Это будет... Числа будут достаточно большие. Ну, вот. Вот. Вот, посмотрите. Это целые числа. И рекомендую вам заглянуть в Википедию по этому поводу, чтобы узнать много интересного про последовательность Fibonacci. Теперь, прежде чем мы перейдем к презентации, к теоретическому материалу, я хотел бы подвести небольшой итог. Мы разобрали с вами три темы. Рекурсивное решение задач. Итерационное решение задач. И на прошлом занятии мы с вами разобрали функциональный подход. Использование MapCar, MapList и разных других функционалов. Так вот, как правило, задачи на списке, можно решать тремя способами. Выбирайте любой, который вам нравится. Давайте вот я сейчас разберу решение, ну, такой достаточно сложной студенческой задачи, тремя способами. Простая рекурсия раз, функционалы два, и итерация три. Все три решения ведут к одному и тому же результату. Давайте в этом убедимся. А задача вот какая. Дан список, список сложной, произвольной вложенности, состоящей из атомов. Ну, например, вот такой. А, Б, а тут вот С, Д, а тут вот, например, Е, Ф, как-то так, Ж, например, ну, например, вот так, тут вот так, так, так. Ну, давайте посмотрим. Вот. Вот. Вот такой сложный список. Нам надо из него, у каждого атома этого списка, поставить глубину его вложенности, рядом с ним, но превратить атом в списковую пару. Вот, что я имею в виду. Значит, атом А у нас превратится в А0, потому что, ну, или А1, это уже дело вкуса. Обычно уровень вложенности отсчитывается от нуля. Б тоже на нулевом уровне, на верхнем. С лежит уже на первом уровне. Д тоже на первом. Вот Е и Ф, это будет, вот тут был бы второй уровень. Кстати, на втором уровне у нас нет ни одного элемента. Нет, есть элемент Ж, он будет на втором уровне. Вот так. А элементы Е и Ф, аж на третьем. Три. И тут тоже три. Элемент Аж у нас лежит на каком? На первом. Потому что он за одной скобкой. Вот. Вот из списка, который слева, мы должны получить список, который справа. Вот постановка задачи. Кстати, если у вас такой вопрос возник, а зачем все это? Вот мы упражняемся со списками. А где решение практических задач? Вот в других лекциях пишут игры или какие-то содержательные работы делают. Видите ли, все это можно делать и на ЛИСПе. Я вам показывал, но только нужно уметь использовать при этом списки, списковую парадигму, потому что ЛИСП – это списковый язык. Поэтому я так много времени уделяю работе со списками. Но вообще список – это очень важная структура и в программировании применяется чрезвычайно часто, и в прикладном, и в системном программировании. Так что мы сегодня еще с вами поинтересуемся, как списки устроены внутри. Это довольно интересно. Ну а пока давайте решать вот эту задачу. Ну, я вынужден вот это стереть. Давайте начнем с простого решения. Напишем функцию setLevel, ну то есть установка уровня, напишем ее имя и сделаем вот такое. setLevel подчерк R подчерк того, тире R. Это намек на то, что это будет простое рекурсивное решение. На вход она принимает список и один необязательный параметр, который будет номер уровня, и по умолчанию сначала он, естественно, равен нулю. Поэтому пишем вот так LV level 0 Ну, level это уровень по-английски. Ну вот. Вот пишем простое рекурсивное решение. Как это будет выглядеть? Простое рекурсивное решение начинается с терминальной ветви. Что делать, когда список пуст? Ничего не делать, вернуть пустой список. Как мы обычно и поступали. Конт. Если у нас LST пуст, то мы просто возвращаем nil. Ничего больше не делаем. А тут будет еще два условия. Условие первое. Берем голову списка LST. Если это атом, то этот атом нужно превратить в пару. Как узнать, атом это или не атом? А для этого есть такая специальная функция базового лиспа. Если голова списка есть атом, то тогда мы берем этот атом, превращаем его сначала в список. Берем этот атом кар LST. Превращаем его в список и добавляем справа от него текущее значение уровня. А потом вот эту пару, которая получится в результате вызова функции лист, консолидируем с результатом вызова нашей функции на хвосте при том же значении уровня. set level R на хвосте, то есть KDR LST и тоже значение LV, LV не меняется. Закрываем скобку и начинаем проверять баланс. Вот так. Cons это должна быть cons, если я правильно сделал. Да. И это закрывает очередное условие cond. Вот. А в противном случае, когда голова является списком, мы должны в этот список занырнуть, увеличив уровень. Ну, и в этом случае мы делаем так. t пишем cons тут уже не нужен нам список лист, мы просто вызываем нашу функцию на голове списка. Голова теперь у нас список. А вот уровень увеличиваем на единицу, поэтому вторым параметром плюс LV 1. Вот так. И вот этот результат мы консолидируем с вызовом нашего списка на хвосте. Вот этот кусочек можно скопировать, он точно такой же. мы его подставляем сюда и смотрим как у нас со скобками. О, все отлично. Закрываем cont и закрываем defun. Стоп. Все ли у нас отлично? Тут нормально. Тут нормально. А вот тут не нормально, потому что я вот список параметров, тут требуется еще одна скобка. Вот теперь все будет хорошо. off. Ну и давайте проверим, как это будет работать. Set level. Берем список. Ну, берем AB на этом уровне, CD на этом уровне, ну, тут вот E, F, вот так, G, H, например, вот так. Вот на этом списке будем тренироваться. Ну, он немножко отличается от того, что я давал. Так, что у нас тут со скобками? Ага, одной скобки не хватает. Ой. вот, видите, у меня где-то возникла ошибка, не найдена функция setLevel. Значит, где-то я ее употребил без А, ну, собственно, тут я ее и употребил, такой функции у нас просто нет, поэтому надо-то вот так. Ну, и смотрите, что у нас получилось. У нас А и B на нулевом уровне, C и D на первом, E и F на третьем, GH на втором. То есть программа вполне работоспособна. А теперь давайте эту же задачу решим в функциональном стиле с помощью MapCar. Пишем нашу функцию точно так же Diffune setLevel F а заголовок у него будет точно такой же. LST ну, и необязательный параметр, опциональный параметр так, 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 optional LV 0 1 2 вот здесь мы поступаем так. Сразу запускаем MapCar, берем элемент за элементом, потому что на самом деле MapCar это завалированная форма, такая функциональная форма цикла по списку. MapCar требует первым параметром функциональный объект. Зададим безымянную функцию λ от x. x это очередной элемент списка, это либо атом, либо список. И вот здесь мы можем применить функцию if для краткости, потому что здесь ровно два условия. Пишем, если x это атом, то в этом случае мы его просто превращаем в пару и больше не делаем ничего, все остальное сделает за нас MapCar. Берем x и справа от него LV. Все, все остальное сделает MapCar. А вот если это список, то тогда нам нужно вызвать нашу же функцию, использование функционалов вовсе не запрещает рекурсию и даже ее предполагает. Вот смотрите, set level f, то есть нашу же функцию вызываем, на голове списка, стоп, 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 какой он было, на x. x теперь это x это всегда голова списка, но в одном случае это атом, а в другом случае это список. Но вот в этом случае нужно прибавить к LV единицу. Вот так. Вот так. Это закрывается ив, эта скобка закрывает лямбу, ну и нам осталось только поставить LST. Раз, два. У нас получилось вот такое решение, оно получилось даже несколько короче и проще рекурсивного, ну обычно так и бывает, собственно, функционалы для того и придуманы. Вот если вы к этому привыкнете, то у вас это все будет легко получаться. Ну теперь осталось проверить, как она работает. Давайте вот здесь в нашем вызове поменяем на буковку F. Ну если я нигде не ошибся, конечно, я мог бы все заранее подготовить и показать вам готовые решения без единой ошибки, но это не так интересно. Интереснее, когда и преподаватель ошибается, над ним можно будет смеяться, построить рожи. Все ошибаются. Так, ну, попробуем, я волнуюсь. Ну вот, а волновался я напрасно, все работает абсолютно правильно. Точно так же. Ну и третье решение той же задачи с помощью итераций, с помощью циклов. Лучше всего в данном случае использовать iter. Оно тоже, кстати, будет рекурсивным, но рекурсия здесь такая, она ненавязчивая. Дефон. Вот совсем сделать это нерекурсивным это можно сделать, но это будет гораздо труднее. Для таких случаев рекурсия все-таки весьма выгодный способ программирования. Ну, давайте set level i, ну, i это от iterate, а параметры те же, lst и необязательный параметр уровень lv 0. Вот так. Ну, мы будем проходить список элементов за элементом в цикле. Это уже решение такое, оно на вид более императивно, чем рекурсия и чем mapcard. Чем простая рекурсия и чем mapcard. Поэтому нам надо заготовить место для результата. Заготовим его, назовем его вот так, рез и присвоим сюда mill. Здесь будет накапливаться результат. А теперь запускаем итератор по нашему списку for x in in lst. Фактически это то же самое, что и делает mapcard. Но внутренность будет немножко другая. Мы напишем так немножко ближе к духу лиспа. Напишем вот так сразу collecting, то есть результат мы собираем. А вот что collecting? На этом месте напишем вызов функции if atom x то list x lv кстати я поглядываю функциональное решение оно будет точно такое же. А иначе set level i x плюс lv 1 так так закрываем if вот теперь вот то что сейчас выделено черным вот это результат вот этого вычисления либо вот эту пару либо сложный список мы собираем into res закрываем коллектинг закрываем iter вот теперь перед закрытием лет нужно еще раз написать вот так чтобы последняя вычисленная форма в конструкции лет была именно последний результат тогда она будет возвращена как результат нашей функции set level i закрываем вот так и закрываем вот так у нас получается вот такая функция она по сложности промежуточная между простой рекурсией которая самая громоздкая и функционалами которая самая короткая смысл примерно тот же кстати вот следите за руками если бы я бы здесь написал f то у меня бы тогда после первого же вызова f у меня вся рекурсия ушла бы в set level f и все бы тоже работало поэтому будьте очень внимательны ну давайте проверим как это будет работать как будет работать вот это решение ну-ка и запускаем ну и результат точно такой же вот мы с вами разобрали три метода решения одной и той же задачи выбирайте тот который как говорится на вас смотрит но вы должны уметь пользоваться любым теперь мы с практикой на сегодня заканчиваем и переходим опять к теории у нас теории больше у нас лекции в общем в основном теоретические мы возвращаемся в нашу презентацию и рассматриваем вот это вот эту тему внутреннее представление списков в Лиспе как же они представляются до сих пор то что мы с вами делали я на этом внимание не фиксировал на особенностях реализации внутреннего представления а для понимания того что происходит это очень полезно тем более что это ведь кстати в Лиспе и не особенно трудно поэтому я вот решил эту тему включить значит смотрите Лисп на самом деле вы уже наверное наверное вы не сильно удивитесь если я скажу что Лисп это очень простой язык у меня очень простой синтаксис мы синтаксис Лиспа вполне усвоили на первом же занятии ну а что атомы и скобки функция это список у которого именно функции первый элемент списка остальные аргументы вот собственно и все никаких прибамбасов никаких ничего лишнего Лисп действительно язык очень простого синтаксиса ну так такая простота она дается тем что он внутри устроен достаточно просто все внутренние объекты Лиспа делятся на два класса ну я слово класс употребляю на две части не в смысле оп значит есть информационные ячейки атомов так называемые с каждым атомом связана так называемая информационная ячейка и есть списочные ячейки из которых строятся списки вот собственно грубо говоря больше внутри Лиспа нет ничего вот как выглядит информационная ячейка ну это довольно такой серьезный агрегат данных в современном Лиспе в нем в виде строки сидит имя атома сидят так называемые стандартные флаги мы попозже с этим познакомимся если этот атом задает функцию то тут есть поле которое указывает на так называемые определяющие выражения которые связаны с этим атомом и есть ссылка на список свойств но эта ссылка может быть и пустой то есть у некоторых атомов список свойств есть у некоторых атомов списка свойств нет сегодня мы разберем что это такое и с чем его едят но во всяком случае ссылка на список свойств есть у всех другое дело что она может быть пустой так же как и ссылка на определяющие выражения Вот тут я сказал стандартные флаги. На самом деле это битовое поле. Вот как оно выглядит в современной версии хоум-лиспа. Оказывается, что каждому свойству, например, быть строкой, быть битовой шкалой, быть числом с фиксированной точкой и так далее, соответствует определенный бит битового поля. Вот поэтому эти флаги называются стандартными, потому что они закреплены за стандартными встроенными свойствами некоторых объектов. Но если вы посмотрите внимательно, вы увидите много таких с некоторыми объектами. Мы уже с вами хорошо познакомились. Субр – это функция, встроенная в ядро. Фсубр – это специальная функция, встроенная в ядро. Экспор, Эфэкспор – это функции, специальные функции, написанные на лиспе. Но вот опвал я пока пропущу. Фикс – это обычное целое число. Битс – это битовая шкала. Стринг – это строка. Сегодня мы со строками познакомимся. Флот – это число с плавающей точкой. Ну а некоторые вещи вы пока не знаете. Но вот если посмотрите дальше, вы увидите окно – это графическое окно Windows, файл – это файл, блоб – это битовый буфер, байтовый буфер, ком – это ком-объект для среды Windows. Вот помните, когда в первой лекции я вам демонстрировал вращающуюся диаграмму? Вот мы использовали ком-объект. Диалог и контрол – это два объекта, которые предназначены для построения графического интерфейса пользователя. Вот примерно так. Вот. Все атомы, которые в данный момент существуют, а я вам показывал, что в хоум-лиспе можно посмотреть в статус-баре внизу окна. Там перечислено, сколько атомов в данный момент активно. Они на самом деле собраны в так называемый внутренний список объектов. Он называется список объектов. Теперь структура списочной ячейки. Это объект, который содержит две ссылки, два адресных поля – А-указатель и Д-указатель. Ну вот, откуда и происходит КАР и КДР. Эти поля могут содержать ссылки на другие списочные ячейки и на информационные ячейки атомов. Вот с этого момента строение списков очень удобно изображать графическими ячейками в виде таких прямоугольничков, которые пополам разделяются. Слева будет А-указатель, справа – Д-указатель. Ну и особый атом Нил. У него нет информационной ячейки. И ему просто соответствует пустой указатель. Ну, это понятно. Теперь посмотрим, как представляются списки изнутри. Вот простой список из четырех атомов – А, Б, С, Д. Внутри этот список будет представляться… Ну, с первоначалу вам может показаться, что довольно чудно. Вот, посмотрите. Значит, этот список, в нем четыре элемента, и поэтому он будет использовать четыре списочные ячейки. Вот эти списочные ячейки показаны прямоугольниками. Значит, смотрите. В левом указателе каждой списочной ячейки торчит ссылка на соответствующий атом. В первой – на А, во второй – на Б и так далее. А второй – Д-указатель каждой списочной ячейки указывает на следующий элемент списка. Если вы знакомы с теорией структур данных, то одной из простейших и очень распространенной структур данных является связанный список, то вот он у вас перед вами. Вот это связанный список в чистом виде. А у последней ячейки последнее поле содержит просто нуль. Ну, или с тем же успехом, можно сказать, как вот тут нарисовано, стрелочка указывает на нил. Ну, обычно так не пишут, обычно просто последний прямоугольничек перечеркивают. Ну, в дальнейшем я так и буду делать. Значит, стрелка, которая исходит из ячейки, означает, что в этой ячейке в соответствующем поле лежит адрес какого-то следующего объекта – информационной ячейки или атома. Давайте рассмотрим более сложный пример. Как скобочная структура отражается на внутреннем представлении. Вот, посмотрите. На самом деле это выглядит так. Здесь пять списковых ячейок используются. Первая списковая ячейка используется особым образом. У неё в А указателе указатель на первый подсписок, который в свою очередь является простым списком из А и Б, а в Д указателе – указатель на хвост, а там С и Д. Вот как выглядит более сложный пример. Вот злые преподаватели вузов обычно заставляют бедных студентов рисовать такие картинки для списков очень сложной структуры. Но я так не делаю никогда, потому что я не злой. В этом нет особой необходимости. Это нужно понять один раз. Для практического программирования это не очень нужно. Это полезно просто для понимания. Ну вот я надеюсь, что те, кто меня слушают, они это поняли. А мы пойдём дальше. Ну, кстати, да, вот в левой верхней ячейке она, видите, как используется. Ну, я вам уже сказал. При этом надо сказать, что атомы на самом деле уникальны. Нет двух одинаковых атомов. Если у нас список из трёх атомов ААА, то вот изображается он вот так, как показано в середине этой картинки. Но, наверное, более правильно изображать его так, как показано внизу, потому что все три адреса будут одинаковые. Они будут указывать на информационную ячейку атома А. А атомы уникальны. Ну, это, в общем, и неудивительно. А вот как хранятся функции? Это очень интересный вопрос. Вот, предположим, есть такая функция. Кстати, в хоум-лиспе можно использовать русские буквы, так же, как и латинские. Ну, поскольку это хоум-лисп рассчитан на русскую аудиторию, то я вот сделал такую возможность. Но должен вам сказать, что это на самом деле совсем не так удобно, как может показаться. Потому что, во-первых, есть буквы, совпадающие по начертанию. И если спутать регистр, то употребление таких букв приводит к очень тяжело распознаваемым ошибкам. Это раз. Во-вторых, просто приходится часто регистр переключать, что неудобно. Другое дело, вот я люблю вспоминать прошлое, когда я был совсем молодым, работал на советской машине Минск-32. Там был русско-латинский алфавит. Там не было разделения на русские и латинские буквы. Были русские буквы, и в дополнение к ним латинские, не совпадающие по начертанию. Вот это было удобно. Вот там проблем никаких не было. Ну, а в современном мире всё сложнее. Ну, теперь посмотрим, как представляется, как будет храниться вот эта функция. Довольно хитро. Вот, смотрите. В списке объектов лежит атом-квадрат. Ну, квадрат – это же атом. Вот он лежит в списке объектов. В поле стандартных индикаторов у него поднят третий бит. Но если вы уже без меня отмотаете эту презентацию или отмотаете это видео на несколько кадров назад, то вы поймёте, что третий бит означает, что этот атом задаёт функцию типа экспорт. Дальше у него идёт ссылка в информационной ячейке на определяющее выражение. И вот, посмотрите, определяющее выражение – это всё, что останется от определения функции, если оторвать дифун и имя функции, оставить только список параметров и тело. Ну, вот он, список параметров. Вот он так и выглядит. У списка параметров первый элемент – это список х. Вот я попробую мышью показать. Вот он, вот это список и х. А вот это тело. Здесь стоит ссылка на функцию times или на функцию умножения. И здесь два аргумента – х, х. Вот так это выглядит внутри. А как лист хранит значения переменных? Создаются, в каждой функции создаются так называемые списки контекстов. Эти списки построены по принципу ассоциаций. Что такое ассоциация? Это пара. Имя, значение, имя, значение. Вот эти пары собраны в списки. Вот такие списки называются контекстами. Значит, контексты создаются, они видимы в том месте, где они определены. Как правило, это функция, или явная форма лет, которая в генераторах, когда мы вводим её на верхнем уровне. Ну и имеется глобальный контекст, который видим во всех формах. Мы глобальными переменами с вами пока не занимались, и, может быть, и не будем заниматься использованием глобальных переменных в функциональном языке. Это очень дурной тон программирования. Поэтому нужно от этого отвыкать. И не то, чтобы это запрещено, но просто лучше этого не делать. Вот рассмотрим пример. Мы написали конструкцию лет, то есть мы завели локальную переменную а. Что при этом будет в контексте? А вот смотрите на картинку. На картинке будет вот такая ситуация. Вот текущий контекст, как я говорил, это список пар. И в самый верх этого контекста, по принципу стека, последний пришёл, первым ушёл. Добавляется пара. Вот эта пара в А указателе хранит А, атом А. А в Б указателе хранит вот эту самую списковую структуру Б, С, Д, Е. Ну и так далее. Ну, скажем, предположим, Б, С, Д, Е. Без дополнительных многоточий. Тогда она будет выглядеть вот так, как здесь показано на языке прямоугольничков. На графическом языке это будет выглядеть вот так. Ну, на этом мы сейчас прервёмся, потому что мы уже с вами и задач много рассмотрели, и новый материал рассмотрели, большой кусок. Сейчас самое время прерваться и отдохнуть. Субтитры сделал DimaTorzok